Шалом и добро пожаловать на Вахафта Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель доктор Барух делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух – старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Библия состоит из слов, и зачастую в Писании слова являются ключом к правильному пониманию Божьего откровения. И вот одно очень важное слово, и это слово «помнить». В Писании памятование производит действие. Бог помнит что-то и отвечает. Бог говорит нам помнить Его слово, чтобы исполнять его. И, конечно же, это относится и к тому, что мы будем сегодня изучать в 13 главе послания к евреям. На прошлой неделе мы закончили несколькими стихами 13 главы и сказали о том, что здесь мы видим выражение истинной характера Торы и ее продолжение. «И мы видим заповедь о пребывании в братолюбии, то есть в любви к ближнему как к самому себе. И далее говорится, приглашать странников в свой дом, принимать их. Через странолюбие некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. И мы продолжаем проходить список почти всего, чему учил Мессия касательно того, как реагировать нам, верующим, что нам делать, насколько наша реакция отличается от реакции мира. Давайте продолжим со 2 стиха 13 главы. Что мы тут видим? Во 2 стихе говорится, «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах». То есть, автор говорит, если кто-то в тюрьме, то чтобы вы чувствовали, будь вы на его месте. Между прочим, в те времена в тюрьме никого не кормили и не лечили. Пищу заключенным должны были приносить люди, находящиеся на свободе. Вы, находясь там, не захотели бы, чтобы о вас забыли. Вы были бы счастливы от того, что кто-то помнит о вас, и это и заповедует Писание. И мы знаем, что и Мессия говорил о посещении находящихся в тюрьмах. Будь они наказаны за праведность или даже за неправедность, и тем, кто наказан за грехи, тоже надо служить. Почему? Потому что, демонстрируя им любовь, восполняя их нужды, поступая с ними как брат, вы послужите катализатором для того, чтобы они покаялись и приняли истину Божью. Таким образом, вы можете привести их к покаянию в том, из-за чего они оказались в тюрьме, и, возможно, они станут одними из больших в Царстве Божьем. Итак, в 3 стихе говорится, «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах и страждущих». И это сильное слово. То есть, речь идет о людях, с которыми дурно обращались не только словесно, но и физически, как и сами находитесь в теле. Так что, когда кто-то говорит другому что-то недоброе, представьте себя на его месте. Может, вам надо будет сказать, а может, просто ободрить человека после этого. Все зависит от ситуации. Но тут мы снова видим проявление характера, соответствующего Торе, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Об этом говорит автор. Продолжаем. И посмотрите 4 стих. В 4 стихе мы говорим о браке. А брак, если вы в браке, то поймите следующее. «Брак влияет на каждый аспект вашей жизни, как и каждый аспект вашей жизни влияет на брак». Это очень глупо, когда вы говорите, «Вот так я веду себя, когда нахожусь со своей женой и когда я думаю о своей семье. Но при этом у меня может быть и своя собственная жизнь. Я могу делать некоторые вещи отдельно от моих брачных обязательств». Ложь. Нет такого. Слово Божье говорит. Обратите внимание на то, что сказано в 3 стихе. Он пишет. Точнее, это 4 стих. Он говорит. «Почтенен брак во всем». Слово «почтенен» можно перевести и как «драгоценен». Некоторые говорят, что это слово означает нечто драгоценное и хрупкое. Так что брак хрупок во всех отношениях. Что значит, что если мы не будем хранить и защищать брак, то вред ему может прийти отовсюду. И мы увидим, что эти вещи могут негативно влиять на нашу брачную жизнь. Итак, 4 стих. «Почтенен брак во всем» или «драгоценен» — хрупок, а также брачное ложе. Речь идет о близости. Тут сказано. «Да не будет никакой нечистоты». То есть, да будет оно чисто. Не позволяйте чему-либо приносить нечистоту или осквернение или развращение в этот аспект отношений мужчины и женщины в брачном завете. Мы говорим конкретно об этом аспекте брака. Автор говорит. «Не позволяйте ничему вредить брачному ложу». Почему? Что ж, читаем дальше. Он говорит. «Ибо блудников и прелюбодеев Бог будет судить». До этого времени Бог не был так конкретен насчет суда. В конце прошлой главы мы узнали, что он есть огонь истребляющий и контекст тут последние времена. Но здесь, говоря о браке, о том, что не подобает делать мужчине или женщине, и эту область я даже не хочу называть, она личная. Так что, если мы будем вести себя неподобающе в отношении брачного ложа, достаточно сказать так, то обратите внимание, что такого человека будет судить Бог. Об этом суде громко провозглашается вам и мне. Пятый стих. Здесь речь идет о людях, подверженных стяжательству. Он говорит. «Имейте нрав несребролюбивый». В начале слова стоит буква «альфа». Это отрицательный префикс. Значит, тут сказано. «В вашей жизни не должно быть места любви к деньгам». О таком образе жизни говорит автор. И дальше стоит слово «довольствоваться», «довольствуясь тем, что приходит». Тут имеет место игра слов. И автор говорит. «Не будьте стяжателями, не любите деньги или вещи, которые можно приобрести за деньги». Он говорит. «Не ведите такой образ жизни, одовольствуйтесь тем, что к вам приходит». В фразе «тем, что приходит» использовано то же слово «парусия», говорящие о втором пришествии Мессии. Так что, когда автор говорит, «пусть ваше поведение будет таким, что вы довольны, чем?» «тем, что царство обеспечит вас». Бог милостив, он щедр, он даст нам то, в чем мы нуждаемся. Но ключевой момент, акцент вот на чем. Когда мы будем думать о благословениях царства Божьего, тогда и будем довольны тем, что у нас есть в этом мире, какая бы ни была физическая нехватка. Во второй половине пятого стиха сказано, «Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». И это очень мощное местописание, когда мы правильно понимаем его. Между прочим, эта цитата не только из Евангелий, но мы видим, что она применяется ранее, в Ветхом Завете. «Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя». Слово «оставить» сопряжено с небрежностью. Я знаю одного человека, который должен был заботиться о соседской собаке, но забыл, и собака умерла. Человек не сделал это намеренно, а просто потому, что он небрежный. Быть таким небрежным — это плохо, и результаты могут быть катастрофическими. Человек не имел намерения, просто проявил небрежность. Второе — покинуть. А это было бы подобно тому, чтобы пойти и намеренно убить собаку. Результаты те же. Бог говорит здесь, «Я не буду небрежным. Не беспокойся о том, что я забуду тебя, что буду пренебрегать тобой, что когда придет что-то более важное, я забуду о твоих нуждах». И он говорит, что не покинет, а это значит, что он не будет действовать против нас. Он будет помнить о нас всегда и никогда не забудет ни одно из обетований, что дал нам. Он всегда поступит поистине. Так что, когда вы не получаете того, чего хотели бы в этом мире, не паникуйте. Не будьте людьми, жаждущими этих вещей. Поймите, что Бог обеспечит любую вашу нужду свыше того, что вы можете себе представить. А потому сосредоточьтесь на праведности, благочестии, чистоте, на всех этих вещах, представляющих ценность для Бога. А Бог знает, что необходимо нам для того, чтобы выжить. И Он это обеспечит, и обычно даже более того. Так что Он никогда не оставит и не покинет нас. А теперь посмотрите, пожалуйста, шестой стих. Мы читаем о результате. Какой Он? Смелость. И именно это подчеркивается. Результат того, что Бог не покинет и не оставит нас. Так что мы смело говорим, Господь не помощник и не убоюсь. Что сделает мне человек? Понимая, что Бог с нами, об этом и говорит эта фраза, «Я никогда не оставлю и не покину тебя», это говорит о близости Бога с нами. И поскольку Он с нами, у нас должно быть великое утешение. Почему? Потому что Он — помощь наша. Поскольку Он с нами, нам незачем бояться. Потому что никто не может сделать нам что-то. Если Бог — наша защита, то нам незачем беспокоиться о нападках других. С чем бы мы ни столкнулись, будь это испытание, проверка, но если Бог допустил это, то в конечном итоге оно будет нам во благо и ко свидетельству истины Царства в нас. Переходим к седьмому стиху. Автор говорит здесь, «Помните лидеров ваших, которые говорят вам Слово Божье». Так что позвольте мне спросить вас, может, у вас есть лидеры в жизни? И в контексте речь тут не о начальнике. Конечно, мы должны помнить и об этих людях и быть благодарными за работу. Если вы работаете на кого-то, будьте благодарны за то, что они предоставляют вам работу. И Писание говорит, трудиться для них, как для Господа. Но контекст тут другой. Мы говорим о духовных лидерах. А какая главная характеристика духовного лидера? Далеко ходить не надо. Они лидеры, потому что говорят нам Слово Божье. Если вы в какой-то религиозной общине, группе, но там вам не говорят Слово Божье, выходите оттуда. Это не то место, где Бог хочет, чтобы вы были. Может, они и добрые, приятные люди. Может, они говорят вам то, что вы хотите слышать. Может, они все время ободряют вас. Может, они источник позитива в вашей жизни, и вы, ходя туда, чувствуете себя лучше. Знаете что? Не важно, что вы чувствуете себя лучше. Важно, что Бог чувствует о вас. И я скажу вам почему. Если Бог счастлив в отношении вас, то и вы будете счастливы. А если Бог недоволен вами, то в любом случае у вас не будет внутреннего мира. Вы будете пытаться чем-то заполнить свою жизнь, чтобы получить удовольствие, счастье, мир, все это, но вы не получите их. Так что духовные лидеры это те, кто преподают вам Слово Божье. Смотрите еще раз седьмой стих. Помните лидеров ваших, которые говорят вам Слово Божье, и оценивая результаты их образа жизни. Вот что говорит здесь автор. Оценивайте, внимательно смотрите на их образ жизни. Смотрите на результаты их образа жизни. Если они истинные духовные лидеры, то и в их жизни вы увидите то, чего и сами желаете. У них будет такой брак, который хотели бы иметь и вы. Такой брак, в котором между супругами есть близость, есть дружба. Они довольны своим браком. У них есть мир. Они радуются, когда встают утром, и они получают радость от жизни. Так что все эти вещи вам надо оценивать, куда движется и как завершается их жизнь. Вам надо оценивать это и желать иметь то же. Мы читаем в конце седьмого стиха. Подражайте вере их. Если они последуют вере, то и вы подражайте их вере. Восьмой стих. Кто-то скажет, ну, может, это было для них. Это хорошо, и я читаю об этих людях в Ветхом Завете, о тех, что упомянуты в одиннадцатой главе. Мы изучали все о них и то, что сделал Бог. Но так Бог действовал в прошлом, но не сегодня. Для тех, кто любит такое говорить, восьмой стих. Мессия Иешуа, Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и навсегда. Вот что говорится буквально, я хочу перевести. Тут сказано, Иешуа, хамашиах, «Иисус Христос вчера, сегодня, тот же и так же навсегда». Очень эмфатическая конструкция. Мы обычно цитируем по памяти «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеке тот же». Но тут сказано «вчера, сегодня, тот же и так же навсегда». И вот, имея эту основу, посмотрите девятый стих. Есть основание, есть преемственность, истина Божья преемственна, и потому тут есть предостережение. Посмотрите девятый стих. Автор говорит, «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». И сегодня люди все время ищут чего-то нового, чего-то другого, чего-то сенсационного. Вот что я вам скажу. Что касается личностей, которая всегда старается удивить вас чем-то новым, чем-то сокрытым, чем-то, что никто другой не видел. Бегите от таких людей. Потому что Писание динамично, но и просто. Одна из вещей, что сказал Чарльз Стэнли, касаясь некоторых принципов Писания, тот оговорил ему, что это слишком легко. А я слышал, как он много раз в своих посланиях говорил, «А зачем Богу делать Писание трудным?» Самые великие истины в Писании так просты, что и ребенок может понять их. А зачем Богу делать по-другому? Так что, если кто-то говорит о какой-то тайне, сокрытой истине о новом откровении, бегите от этого. Писание очень ясно говорит. Посмотрите девятый стих. «Учениями различными и чуждыми чуждыми значит ненормальными». Автор говорит, «Не увлекайтесь, ибо хорошо благодать и укреплять сердца». Он снова упоминает благодать, возвращается к ней. Именно благодать укрепляет сердце. А сердце связано с мышлением. Каковы мысли в сердце человека, такой и он. Так что благодать, которую мы принимаем, наше знание Мессии. А знание Мессии, оно тут, в Писании. И нам не надо никаких иных учений. Нам незачем искать чего-то еще, каких-то диковинок, скрытого, чего-то сенсационного, какой-то тайны. Все ясно. Благодать укрепляет наше сердце, а ничто? Не еда. А почему автор заговорил о еде? Что ж, мы можем вернуться к тому, что говорили несколько недель назад об Исаве. Исав впекся о своем желудке, об утолении голода. Он принял решение на основании желания поесть. А еда — это лишь земное, физическое основание для поддержания жизни. Так что мы сделаем или то, или другое. Вот что автор стремится донести здесь. Человек будет основывать свою жизнь или на земном, плотском, или на духовном. На это автор указывает в данном месте. И дальше он переходит к очень важному стиху. Посмотрите, пожалуйста. На самом деле, это вторая половина девятого стиха, где он говорит, не получили пользы. Это не приносит пользы тем, кто ходит в таком, кто ходит в физическом, кто делает своей целью предметы потребления. Многие люди говорят, что наше общество — это общество потребления. Мы хотим больше, больше и больше. Люди говорят, новое, что-то новое, оно лучше, чем старое. И мы постоянно что-то покупаем. Взять, к примеру, айфоны. Они очень практичны. Это замечательное устройство. Но знаете что? Нет такой большой разницы между четвертым и пятым. Между пятым и шестым. Между шестым и еще каким-то. А люди, что происходит? Почему они стоят в очередях, чтобы купить новый телефон? Потому что думают, что новое значит лучше. Так что они все время ищут чего-то другого. Почему? Они в рабстве у вещей мира сего. Они думают, что что-то новое в этом мире сделает их жизнь лучше. Хотя на самом деле эти вещи, эти новые устройства, эти новые версии практически никакого изменения не приносят. Так что Писание говорит здесь, что они не приносят пользы занимающимся ими, тем, кто так живет. Посмотрите 10 стих. В 10 стихе говорится о предпочтительной позиции, которую мы имеем. Автор постоянно возвращается к евангельскому посланию и обратите внимание на то, что он говорит в 10 стихе. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют власть питаться служащие скинии. Скиния — это место обитания Бога. Это слово можно перевести и как скиния, и как храм. Вот что говорит автор. Есть жертвенник, от которого мы можем питаться, или жертва, которой мы можем причащаться, от которого служащие в храме или в скинии, имеются в виду священники, не имеют власти питаться. О чем идет речь? Автор говорит о жертве Мессии. Вот о чем говорит нам Писание. «Наше право наслаждаться плодами дела Мессии никак не связано с наследием, с которым мы родились. А это значит, что священник, или левит, или кто-то из пророков, или царей, никто из них не имеет большего преимущества, большего права на причастие жертвы Мессии. Итак, мы читаем здесь. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют власть питаться, служащие скинии». Одиннадцатый стих. «Так как тела животных, кровь которых они приносят, он говорит о священниках, так как тела животных, кровь которых они приносят для очищения греха, вносится первосвященникам во святилище». Он говорит здесь, что при всей предпочтительности позиции первосвященника, только из-за того, что этот человек является первосвященником, не дает ему права воспользоваться Божьим обеспечением здесь через искупление, произведенное Мессией. Опять-таки, автор закладывает основания. Почему я это говорю? Потому что здесь делается акцент на крови. И мы можем быть причастниками каким бы ни было ваше происхождение, какой бы вы ни были национальности, расы, этнической группы, какой бы ни был свет вашей кожи, язык, на котором вы говорите. Это все не важно. Всякий, кто приходит в смирении по вере, может быть причастником этого. А о чем мы говорим? О крови и о теле Мессии. Мы видим, что акцент здесь на очищении через служение первосвященника, но у нас есть лучшие. Те принимали очищение, а мы — искупление через Мессию. Дальше речь идет о телах жертвенных животных, приносившихся первосвященникам. Посмотрите, конец 11 стиха. Эти тела сжигались вне стана. Когда же мы смотрим на главную жертву, о какой жертве я говорю? Я говорю о дне искупления. Каждому следует понимать, что самая важная жертва в году была та, что приносилась в Йом-Кипур в день искупления или очищения, и приносил ее первосвященник. И это учит нас тому, что часть этого производилась вне святилища. это делалось вне города. И вот почему мы читаем здесь, что тела принесенных в жертву животных сжигались вне стана. Посмотрите 12 стих. То и Мессия для того, чтобы осветить нас, сделать нас святыми кровью Своею. Таким образом, его цель осветить, сделать святыми людей через свою кровь. Тут сказано «вне врат». Он что? «Вне врат он пострадал». А почему это важно? Что ж, это важно, потому что имеет последствия для нас. И вот, что мы сделаем, завершая это послание. Мы сосредоточимся на правильной ментальности, которая должна быть у того, кто хочет быть слугой Божьим, угодным Господу. что это значит? Это значит, что надо находиться под руководством Бога, а не людей. Не имеет значения, что мир думает о вас. Вспомните, что мы говорили ранее, что Мессия не думал о поношении, возложенном на Него. Почему? Потому что Он знал, куда идет. Он знал, откуда Он. Он знал, какой будет результат того, что Он делает. Так что если у нас будут мысли Божьи, если мы поймем последствия следования за Ним, нам будет все равно, что мир говорит о нас. Как раз об этом и говорит автор. Посмотрите этот стих еще раз. Тут сказано, я говорю о 12 стихе, о Номиссии, для того, чтобы осветить нас, сделать нас святыми кровью Своею, вне врат Он пострадал. Теперь посмотрите 13, автор говорит, «Итак, выйдем к Нему за стан». А это значит, что иногда для того, чтобы быть с Мессией, а так я скажу, бывает практически всегда, нам надо идти против давления окружающих, нам надо идти против того, что думает мир. И в оригинале, когда говорится «выйдем за стан», слово «за», «вне» упомянуто дважды, на нем делается акцент. «Выйдем за врата», «вне врат». Для чего? Чтобы носить его поношение. Мессию отвергали. Что Писание стремится донести до нас? Нас тоже будут отвергать. А если вы не хотите быть вне общества для того, чтобы получить эту надежду, непоколебимую надежду, которая никогда не разочарует вас, если вы не готовы нести поношение за веру в Мессию, то вот, что я вам скажу, вы не понимаете истину. Всякий из тех, кто уже умер, но кто при жизни отверг Мессию, всякий, кто сделал это, ужасно жалеет об этом. Это было наихудшее из принятых решений. А всякий, кто принял Мессию, с момента принятия решений, он знает, что это наилучшее решение из принятых им в жизни, потому что теперь он никогда не будет покинут и оставлен, он знает, что Бог с ним, и как мы сказали несколько минут назад, если Бог со мной, то что может сделать мне человек? Мне незачем беспокоиться об этом мире, потому что Бог моя защита. И так тут сказано, и так выйдем к Нему за стан, нося Его поношение, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем чего? Града грядущего. Этот стих подчеркивает то, что автор много раз говорит о грядущем. Закончим вот чем. Есть ли у вас непоколебимая надежда и ожидание того, что сделает Бог? Если да, то это произведет веру в вашей жизни. Вы готовы выйти из своей зоны комфорта навстречу Мессии. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем Мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с ним. Шалом из Израиля.